Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Помните, что в «АвтоСтронг-М» есть большие моторы, маленькие моторы, также есть кузовные запчасти, есть даже крыша от кабриолета. Помните, что компания «АвтоСтронг-М» постоянно совершенствует свой сервис. Поэтому поучаствуйте в акции «Честный отзыв» и получите возможность стать обладателем ценного сертификата. Заходим на сайт, кликаем по баннеру, читаем условия и участвуем в акции. У нас очень большой выбор коробок переключения передач, как автоматических, так и механических. Сейчас мы что-нибудь подберем на разбор. Я думаю, это будет Fiat C514. Малолитражным автомобилям Fiat достались ненадежные механические коробки. Знатоки марки Fiat знают их под обозначением C514 и C513. Мы поговорим о них на примере коробки C514, снятый с Fiat Punta 2005 года с двигателем 1.2, 8 клапанов 60 лошадиных сил. И даже этих 60 лошадиных сил хватало, чтобы развалить эту коробку. Данная коробка пришла на смену очень старым коробкам C501 и C526. Она рассчитана на работу с крутящим моментом до 150 ньютонов метров и является самой слабой. Эта коробка устанавливалась на огромное количество автомобилей Fiat с 1992 года по 2010. На такие автомобили как Sicento, Uno, Panda, Pallio, Bravo, Bravo, Stilo, Marea, Doblo, а также на новый Fiat 500. Также эта коробка ставилась на Lancia Y. Данная коробка устанавливалась на автомобили с двигателями от 1 литра до 1,6 литра. Также коробка C514 есть в пятиступенчатом варианте, а также есть в шестиступенчатом. Шестиступенчатый вариант тоже начал выпускаться довольно таки рано. Впервые достался Fiat Punta с двигателем 1.1 с 16 клапаном в 1994 году. Позднее шестиступенчатые коробки передач ставили на 16-клапанные двигатели, а 5-ступенчатые на 8-клапанные двигатели. Обычно коробка C514 связана с кулисой двумя тросами, но на Fiat Moreo с двигателем 1.4, 12 клапанов. Коробка связана одним тросом, тягой и тросиком, приводящим блокиратор задней передачи, чтобы ее на ходу нельзя было включить. Конструктивно это двухвальная коробка. Пятиступка от шестиступки отличаются размером корпуса. Передачи переднего хода синхронизированы, причем синхронизаторы первой и второй передачи находятся на вторичном валу, а третий, четвертый и пятый находятся на первичном валу. Коробка механически слабая. В ней разрушаются все шесть подшипников, то есть пары подшипников, которые крепят первичный вал, вторичный вал и дифференциал. Компания «АвтоСтронг» предоставляет прекрасные возможности покупки в Беларуси запчастей в рассрочку по карте рассрочки халва от МТ-банка и по карте покупки. Компания «АвтоСтронг» мне дает возможность представить самого прекрасного мастера по КПП, Сергей. Привет. Мы начинаем нашу разборочку. Начали разбирать коробку. Обратите внимание, насколько компактный здесь весь механизм КПП. Вот это, кстати, шестерни пятой передачи, которые вынесены под отдельную крышку. Первичный и вторичный вал сзади опираются на шариковые подшипники. Вот мы специально сняли пыльничек и здесь мы видим пластиковый сепаратор. Так вот, этот пластиковый сепаратор со временем крошится, тогда шарики сбиваются в кучу, валы перекашиваются и тогда шестерни начинают подъедать друг друга. Из-за этого получается стружка. Если с этой проблемой ничего не делать, то шестерни могут закусить друг друга и коробка заклинит. Ну и естественно, при разрушении шариковых подшипников коробка будет гудеть, хрустеть и чухать как дизель. Проблемы с подшипниками, а также уменьшение их ресурса усугубляют течь масла, течь масла по сальнику, течь масла по корпусу коробки. То есть эта коробка известна тем, что из нее может вытечь все масло, если не смотреть за уровнем. Вторичный вал, первичный вал. Как и говорили в начале, на вторичном валу находятся синхронизаторы и муфты включения первой и второй передачи, а на первичном валу четвертой и третий. По состоянию здесь нет ничего криминального. И кстати, вот эти подшипники без люфтов. Но у нас есть подозрение, что их меняли, потому что следы вскрытия этой коробки налицо. У меня в руках вилки переключения передач. Они толкают муфты переключения передач. Спереди оба вала опираются тоже на подшипники. Есть версии с шариковыми подшипниками, есть версии с роликовыми подшипниками. Так вот у нас древняя версия с шариковыми подшипниками. И вот мы нашли один подшипник, изношенный с люфтом. Коробка простая, поэтому нам остается достать только дифференциал. Там будет еще два подшипника. Вот дифференциал с данной коробки. С обоих сторон он опирается на конические роликовые подшипники. Так вот из-за нехватки масла, из-за стружки в масле, из-за пробуксовок, из-за быстрых ускорений из поворота эти подшипники изнашиваются. И это конкретно наш случай. На обоймах мы видим износ в виде раковин. И конкретно вот эта коробка могла гудеть. Проблемы с подшипниками достаточно известны для данной коробки. Поэтому на Западе компания Люк и Инна выпускают ремкомплект, который состоит из шести подшипников и трех сальников. Если вы вовремя услышите гул коробки, обратите внимание на данную проблему и поменяете ремкомплект, то тогда коробка будет служить намного дольше. И еще пару слов о дифференциале. Как мы видим, он компактный, маленький, создан для маломощных автомобилей. Из-за чрезмерных нагрузок, тех же самых пробуксовок, оси сателлитов закусывает, заклинивает, ось может сломаться. И вот эти сломавшиеся фрагменты могут просто пробить корпус коробки. Вот так разборка закончена. Разборка закончена и как-то она очень уж подозрительно быстро пролетела. То есть разборка этой ненадежной коробки пролетела так же быстро, как и лето. Серега, у тебя есть что-нибудь добавить по данному вопросу? Дело в том, что я вообще в механических коробках ничего не понимаю. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях, то обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий. Нам будет очень приятно. Также заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».